Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, Свинляндия. Я нахожусь в Херванте, в русском магазине. У меня есть старые обзоры, я, конечно, их вставлю в инфобокс и напишу адрес. Пожалуйста, приезжайте, шопитесь, покупайте вкусняшки. Ну и в новшество вошла и сразу увидела вот такой почтовый автомат. Да, теперь видите, как здорово, то есть почта закрывается. Вот такой автомат пришел, набрал код, тебе открылась, как говорится, дверца, забрал ты свою посылочку и пошел. Ну и посуду мы тоже сдаем, я про это говорила много раз. Банки, бутылки, ничего не выбрасывается, все должно быть вот такое, как говорится, экология. Ну и, конечно, вкусняшек большое количество. В прошлый раз попросили, Оля, показывайте больше, Оля, показывайте цены. Я пройдусь, покажу, что вкусного есть. Ну и, конечно, мороженое. Это все мы знаем. Посмотрите, какая красота. Вот такое ванильное мороженое есть. Цены совершенно разные. И помните, хоть и это магазин русский, но Российская Федерация не входит в Европу-Унион. Конечно, мороженое и все продукты у нас с Европа-Униона. Ну и мое любимое сальце. Сало у нас Украина Лайнин. С Украины килограмм стоит 10 евро 95 центов. Ну и, конечно, всегда есть большая и маленькая упаковочка. И я думаю, если финам показать вот такую морскую капусту. Я помню, один раз привезла баночку, открыла. Мой даже не понял, что это я ем. Говорит, пахнет ужасно. Но, опять же, я всегда смеюсь, что мой муж уже настолько привык к этому. Если я вот такую, например, морскую капусту покупаю, открываю, он всегда смеется. Но иногда даже бывает, что как бы и пробует. Очень много мяса, много селедки. И девочки из Норвегии показывали, привет, Оксана, что практически вот такой жирной, хорошей селедки нет. Все какая-то заморозка. Я удивляюсь, что в Норвегии такое большое количество рыбы. Почему такой маленький выбор селедки? Да, селедки очень много. Ну и, конечно, есть и килька, есть в соленом, есть в горчичном. Выбирайте, какую вы, как говорится, хотите. Ну и колбаски тоже большой выбор. Есть у нас московская. Стоит 4 евро 85 центов 240 грамм. Есть вот такие колбаски. Кракова, Сауарима. Это у нас эстонская колбаска и так далее. Да, очень-очень большой выбор. Ну и, конечно, икорка, крабовые палочки. Крабовые палочки тоже очень пользуются спросом. Любимые наши сосиски. Сосиски стоят 5 евро 16 центов килограмм. И вот здесь упаковочка на 6 евриков. Какая красота. Да, и теперь вот, как говорится, мечта идиота. Посмотрите, если вы делаете тот же винегрет. Вот уже светло отварено, почищено и нарезано кубиками. То есть даже вот такой человек, который в жизни ничего не делал. Посмотрите, какая прелесть. 350 грамм стоит евро 5 центов. Просто прелесть. Да, красота. Ну и соленые, любимые наши огурчики. Это у нас огурчики вот такие бочковые. Да, это тоже здорово, что есть вот натуральные огурцы. Если для какого-то салата оливье вы хотите, в Финляндии соленых огурцов бочковых практически нет. Все маринованное и получается вот такой кисло-сладкий эффект. Ну, как говорится, на вкус, на цвет, товарищи, нет. Это тоже все очень здорово. Ну и горчица, майонез. Хрен. Да, я помню, мы когда с моим были первый раз в Питере. И я обожаю язык. И вот такую баночку хрена моя подруга поставила на стол. Ну и мой тоже думал, что это какая-то вот вкусняшка сладкая, красивая. И чайную ложку прямо в рот заглотил этого хрена. Конечно, да, просто слезы из глаз и так далее. Да, и хрен теперь есть вот такой. Есть с подкраской. И есть хрен натуральный. Горчицы тоже большое количество. Ну и горчица, конечно, самая разная. Финская горчица более сладкая. Русская горчица такая, знаете, вырви глаз. То есть всегда пробуйте, покупайте, пробуйте. Маленькую баночку всегда можно попробовать. Ну и, конечно, вкусняшки. Прошлый раз спрашивали. Я покупала торт Медовик. Девочки спрашивали, Оля, как вам понравилось, не понравилось. Вы знаете, очень хорошего качества. Я советую, если вот такие. Вы сами, как говорится, печь ничего не умеете. Посмотрите, чего только нету. И эклеры малюсенькие, и тортики. Цены совсем, как говорится, разные. Вот хотите вы побольше, хотите вы поменьше. Конечно, все теперь есть. Я считаю, что очень, очень можно здорово погулять, если вы еще 31-го работаете. И, как говорится, делать вам некогда. Вот 13.90, как у нас и 12.90 тоже вот эти все тортики есть. Очень много всего. Ну и, конечно, мясо. Я хоть, как говорится, студень не варю, но про это тоже спрашивали. И девочки спрашивали, Оля, как называется, если покупать наборы для студня, это называется соркат. Вот эти ножки копытца свининки называются соркат. Если вы не увидите их на витрине, всегда можно спросить. И в тамперы продаются в Каупахале. Ну, вот здесь, пожалуйста, на студень, если вы хотите, 4.82 евро вот эти свиные копытца. Ой, какие вкуснятины, какие вкуснятины. Посмотрите, я так обожаю вот это все сладкое. Мне нельзя в такой магазин приходить, потому что я захлебываюсь слюной. Очень красивые пирожные наши корзиночки. Творожные сырки 60 центов, 55 центов. Вот, пожалуйста, тоже есть блины. Если, как говорится, сами вы ничего не умеете. И здесь у нас блины 750 грамм, 4.95 пельмени. Пельмени вообще большой выбор. Посмотрите, сколько много. Есть малюсенькие. Вот эти малюсенькие, какая прелесть. Есть обыкновенные. Вот такие покупала я в прошлый раз. И девочки спрашивали, какая интересная реклама пельмени под водку. Не знаю, почему написано под водку. Владелица магазина хвалила их. Я купила. Да, очень вкусно. Очень вкусно. Все съели, как говорится. Так, здесь у нас морепродукты. И здесь у нас крабовые палочки. 250 грамм, 2 евро, 5 центов. Ну и, конечно, молочка. Кто-то смеялся в прошлый раз, когда я говорила молочку. И я купила в прошлый раз майонез. Я не знаю, почему. Мне кажется, вот этот майонез самый хороший. Да, в Финляндии тоже есть майонез. Но он более кисловатый. Мне нравится вот этот оливковый майонез. В прошлый раз я покупала. Но вот этот майонез тоже неплохой. 800 грамм стоит 4 евро 35 центов. Да, конечно, если на оливье салат вы хотите, это тоже все очень-очень здорово. Здесь у нас сырки. Сырки глазированные. Вкусненькие, шоколадненькие. Творог. Да, и многие покупают в русском магазине творог, если они пекут сырники и так далее. Финны более вот такой рассыпчатый творог покупают. Раю, что если вот такой натуральный творог вы хотите. Да, конечно, вот такой творог есть. И есть 0% жира, 2,5, 9 и 30% жира. И стоит 275 грамм 2 евро 25 центов. Да, может, такого тоже нужно взять. Ну и, конечно, ряженка. Ряженка тоже есть. Я не знаю, почему. Мне безумно нравится. В Питере я покупала ряженку. Мечта... Нет, не мечта хозяйка, а большая кружка. Очень вкусная ряженка. Мне нравится этой фирме. Фирма, народ, пишите. Пробовал кто-то большую кружку? Нравится вам или нет? И помните, здесь много вот такого, про что я показывала в прошлый раз. И, например, косметика. Девочки спрашивали, Оля, где купить касторовое масло в Финляндии? Народ, здесь в прошлый раз был большой выбор вот такого всего, что я, как говорится, не показала. Но посмотрите, как говорится, чего только нет. Будьте любезны. Есть и крема, и гели, и вазелин. И вот такие средства, которые, как говорится, тоже все это мы знаем при ушибах. Я в прошлый раз покупала перекись водорода тоже. Это большой дефицит в Финляндии. У нас в аптеках продается. Но это не та перекись на водородок, к которой мы привыкли. Вот эти масла тоже, посмотрите, 3,35. Очень много натурального. Да, конечно, если сюда приходить, сюда надо приходить, знаете, как говорится, вот с таким списочком, что нужно купить. Потому что глаза разбегаются, хочется ровно как все. Ну, а потом ты дома понимаешь, ох, почему я вот это тоже не купила. Да, и зеленая аптека у нас здесь есть, шампуни. Шампуни стоят 3,45 евро. Ну, это все натуральное, да. Это все хорошее, вот такое натуральное. Зубные пасты. И вот мое любимое масло, репейное масло. И масло у нас стоит 100 мл 3,85. Я очень советую, если есть проблемы с волосами, втирать в голову, не в голову, а в кожу, в кожу головы. Очень-очень-очень здоровски, да. Ой, помните, бальзамчик, вот такой бальзамчик, я помню, привозила финнам в подарок, они не знали, куда это деть. Активный уголь тоже есть, 10 штук 80 центов, недорого. Перцовый пластырь. Очень много такого, что вот, как говорится, действительно только мы можем купить, потому что финны, если такого не знали, не видели, они про это, как говорится, ничего не могут, что это такое. Конечно, им нужно объяснять. Здесь много вот таких продуктов. Посмотрите, чего, как говорится, только нету. Очень много всего. Магазин большой, магазин. Так, дегтярное мыло тоже евро 45, тоже здоровское. И хозяйственное мыло 95 центов. Вот хозяйственное мыло нужно мне, да. Вот этот копченый сыр я тоже покупала, мне понравился. Есть сыр косичкой сулугуни. Есть адыгейские сыры. И есть сулугуни вот такой в упаковке 300 грамм 4 евро 25 центов. Ну и здесь мои любимые сулаю, что вот такие плавленые сырки. Ой, как я люблю вот этот плавленый сыр. Может быть, кто-то сейчас улыбнется. Но бывает вот такое, что какой-то вкусняшку с детства мы вспоминаем, и нам хочется еще. Здесь большой выбор хлеба. Если вы скучаете по какому-то хлебу, здесь тоже можно его приобрести. И вот этот хлеб из Талина, я помню, меня раз угостила педикюрша. Она привезла из Талина с суфакфруктами, с изюмом. Вот такой сладкий таллинский хлеб. Да, конечно, очень вкусный. Очень вкусный этот хлеб. Ну и здесь у нас хлеб с семечками. И, конечно, большое количество приправ. Я в прошлый раз покупала здесь хмели-сунели. Это, к сожалению, приправа такая, которую финны не умеют использовать. Если вы в подарок что-то привозите, народ всегда, как говорится, показываете и рассказываете, куда это можно использовать. К сожалению, не все это знают. Точно так же, если вы какие-то приправы покупаете, рассказываете, что это вы дарите. И спрашивают, Оля, можно ли финам подарить русский мармелорад, русские конфеты, зефир и так далее. Почему нельзя подарить? Конечно, можно подарить. Но расскажите, какой состав. Если по-русски написано, и люди не понимают, если есть какая-то аллергия, например, на желатин и так далее. Всегда лучше рассказать, что входит в состав, чтобы не получилось так. Вы подарили. Если человек сам прочитать не умеет, и, как говорится, есть он такое, не будет. Всегда можно рассказать. Сладостей большое тоже количество. Это всегда здорово. Вот так, если, знаете, как говорится, надо какую-то вкусняшку быстро купить. Это все тоже очень-очень-очень здорово. Приправы салатные. Икра заморская, баклажанная, лечо. Большущее количество вот такого. Так, здесь у нас мунакойсо. Это у нас икра баклажанная. 460 грамм. 3 евро 65 центов. Тоже, если вот такой, например, финнам подарите, нужно просто рассказать, можно, куда это использовать. Многие в жизни не ели и не пробовали. Ну, если они раз попробуют, им понравится. Потому что очень много вот таких, как говорится, вкусняшек, которые нужно им рассказывать, что это. Ну, и слава богу, есть картинка. Даже вот такой человек, который, как говорится, прочитать не умеет. Здесь картиночка есть. Они сразу поймут, что на, как говорится, картинке есть. Вот эти соусы мне безумно нравятся. Да, от кхемали со сливочным. Вот с таким вкусом. Стоит 300 грамм. 3 евро 55 центов. Ну, и посмотрите, здесь есть вот такой бершерак. Да, это, я думаю, лапшу знают все и вся. Люди любят, обожают и так далее. Большущие к упаковке макарошек. Макарошки есть маленькие и большие. И мой муж тоже со мной тусуется и смеется. Грибы. Я говорю, ну, если ты хочешь грибов, мы можем тебе купить. Он грибы не ест ни в каком виде. Но приколист еще тот. Да, очень много приправ. Посмотрите, какие баночки с приправами. Какая прелесть. 2 евро 25 центов из 400 грамм. Да, конечно, приправы это всегда такое счастье. Если есть хорошие приправы, даже, как говорится, неумелая хозяйка может всегда приготовить. Ну, и финны обожают шпроты. Я удивилась сама, много раз привозя в подарок вот такие шпроты. Они всегда спрашивают. Ну, и теперь шпроты есть и в масле, и в натуральном масле, и в оливковом масле. И стоят евро 35 или евро 88. Да, шпроты, конечно, это финская герку. Финны обожают шпроты. Варенье тоже у нас представлено и вишневое, и черничное, и клюквенное. Большие баночки варенья и маленькие баночки варенья очень много. Кофе, сладости. Да, очень много всего. Так, и с этой стороны у нас чаи. Гринфилд вот такая, такая упаковка красивая. 15 евро 95 центов. Большой набор. Маленькие наборы, маленькие упаковки чая. Тоже все это есть. Здорово. Так, и здесь у нас Ахмат, чай 5,20. И вот такая красивая металлическая баночка на Крисмос, на подарок. Стоит 9,90. Да, очень. Тхай Махал у нас чай, полкило 4,95. У меня есть турецкие чайнички. Моя подруга, у нее турок муж из Истамбула. И на Рождество они мне подарили два чайничка. И я обожаю заваривать в этих чайничках чай. И получается вот такой турецкий чай. И здесь у нас цейлон 6,50. И здесь полкилограмма. Я не знаю почему. Мне безумно нравится вот такой заваренный черный чай. Без вкуса малины, клубники, ягод и так далее. Вот обыкновенный черный чай люблю я. Ну, а многие добавляют сахар, многие добавляют какой-то сироп и так далее. Конечно, да, большое разнообразие чаев есть. И это всегда здорово, что есть, как говорится. И большое количество приправ. Мне кажется, в этот раз больше приправ, чем в прошлый раз было. Да, приправы это тоже всегда, как говорится, здорово. И есть вот такие чаи. Например, ромашковый чай. Очень хорошо вечером, если не уснуть, вот такой кому мило. 20 пакетиков евро 95. Вот этот чай для здоровья. Очень-очень-очень я советую. Да, большое количество приправ. Очень много вот такого, к сожалению, про что я не понимаю и рассказывать не умею. Это наверняка вот такие приправы. Не знаю, чили. А, чили. Так, молоко сгущенное. И когда я снимаю в призме и показываю вареную сгущенку, и говорю, что вы народ. Я когда первый раз сварила вот такую сгущенку, мой муж был в шоке. Он думал, что я варю что-то другое в кастрюле. Ну да, теперь видите, как говорится, и вареная сгущенка продается. Если какой-то пирожок хотите быстро сварганить, это тоже все можно сделать. И как же я пропустила вот такую красоту. Соленые помидоры. Соленые помидоры есть в больших и в маленьких баночках. Ну и, конечно, все мы помним вот такие большие банки ассорти. Помидоры, огурцы, помните, болгарские. Когда я жила в Ленинграде, это был такой дефицит. И все на Новый год, на Рождество хотели вот такую, как говорится, баночку себе достать, чтобы на рождественский стол или на Новый год стол поставить. Большое количество квашеной капусты. Есть с перцем, есть сладкая, есть салатная. Ну и, конечно, гречку. Про гречку тоже много раз спрашивают. Оля, есть ли гречка, народ гречка есть. Вот здесь целый ряд только одной гречки. Пожалуйста, какой гречки только нету. Ну и цена совершенно разная. Здесь у нас 900 грамм 2 евро 95 центов. И помните, если вы финнов в гости приглашаете, не думайте, что если вы сделаете гарнир из гречки, они могут посмотреть. И в жизни они этого не пробовали. Так что не расстраивайтесь, если вот такая штука случится. В следующий раз могут и, как говорится, попробовать. Ну, я знаю, например, моя семья гречку не ест ни в каком виде, ни в гарнире, ни кашей. Нет. Ну и когда я варю, конечно, они знают, что это такое, что я ем. Ну, как говорится, в жизни они такое есть не будут. Так что если у вас финская семья есть, и вы гречку любите, не пытайтесь их научить есть гречку. Ну и гречки очень большой выбор. Вот я так покажу. Есть и 700 грамм, и 800 грамм. Ну, цена приблизительно одинаковая. 2,50-2,95. Ну и есть гречка вот такая в пакетиках. Это тоже здорово. И теперь, видите, как говорится, есть такая, если кто-то варить не успевает, можно кинуть ее, и она будет готова. Да, очень-очень много гречки в этом магазине и семечки. Про семечки тоже спрашивают. Я, к сожалению, семечки перестала есть много лет. Обожаю семечки. Вот сейчас стою и думаю, слюной захлебнусь. Как люблю семечки, но, к сожалению, зубастик мне семечки есть запретил. Поэтому я, как говорится, хожу, вот только облизываюсь. И наш любимый боржоми, наш любимый квасок. Посмотрите, какая прелесть. Ой, было бы лето, с удовольствием бы купила кваску и сделала бы окрошку. Ну, сейчас, конечно, сейчас, конечно, мы пройдем мимо. И какое большое количество печенья. А вот это печенье я получила один раз в подарок. Мне подарили вот такое печенье вкусное. Очень советую, если никогда печенье вы не покупаете, покупаете очень редко, спросите, какое печенье хорошее. Конечно, вам подскажут и посоветуют. И мой старший сынок любит вот эти шоколадненькие тортики. Обожает. Мы покупали в прошлый раз. Конечно, хочется ему тоже в подарок вот такой тортик купить. Тортики совершенно разные. Цены 2,85, 4,25, 3,35. То есть цены, вот, как говорится, на любой кошелек. Так, халва, халва есть в баночках. И халва есть вот такая, 270 грамм. 2,35, подсолнечная халва. Мне кажется, самая хорошая. Не знаю, почему. И я помню, в детстве, со своего детства у нас всегда была подсолнечная халва. И она, конечно, была самая вкусная, если мы вспоминаем наше детство. Много печенья. Вот это печенье у нас эстонское. Тоже очень хорошего качества. 95 центов стоит вот эта упаковочка. И там 163 грамма. Ну и, народ, большущее количество зефира. Посмотрите, сколько зефира есть. Зефир есть в шоколаде, зефир есть в коробочке. И если вы финнам дарите, рассказывайте, из чего он сделан. Действительно, если какие-то аллергии есть, чтобы не получилось, так вы подарили. Как говорится, есть люди это не будут. Ну и любимое наше овсяное печенье. У финнов есть наподобие овсяного печенья. Они это знают. Ну и пряники тоже финны. Многие не пробовали ни разу. Очень советую, как говорится, показать и рассказать. Может быть, даже надломить пополам и показать, что внутри. Потому что видят виды они вот такого, как камень. Ну, вкусные, как говорится, вот так с кофе, с чаем. Если финнов в гости приглашаете, пряники это, конечно, херкуя. Ну, вафли у нас и в Африке. Вафли и мои любимые сушки. Сушки, сушки, сушки. Вот эти малютки я покупала в прошлый раз с маком. Шикарные сушки. И вот эта упаковочка у нас стоит евро 25. Да, очень красивые эти сушки. Большое количество сока. Мармеладок. Да, мармелад тоже. Если покупаете и угощаете. Спрашиваете, если есть аллергия на ливаты. На что есть аллергия. Всегда рассказывайте. Если в подарок вы вот такое людям приносите. Ну и, конечно, конфеты. Конфет большой выбор. Лимонады. Тоже все это есть. Я вот так покажу. Какая прелесть. И, конечно, много развесных конфеток. Вот такие. Если к чаю, кофе вы хотите. Это тоже все очень здорово. Все с наступающим. Здоровья. Подписывайтесь. Не хворайте. С вами была Оля из Тампера. Из русского магазина. Всем физкульт-привет. Спасибо.